Вся кинематография небольших стран поддерживается или государственными, или публичными деньгами. Если бы такое не было, по экономическим причинам мы бы смотрели только голливудское кино или болливудское кино, потому что только у них есть экономический, как называется, рахунок, что они приносят прибыль. А в европейской системе, в европейском понятии кинематография – это часть культуры, это часть наследия. И это то, что переносит наше чувство идентичности, наш язык и наши традиции. Для этого надо игровое кино и тоже документальное или даже больше документальное кино видеть как часть культуры, которая поддерживается фондами. В европейском обществе есть понятие общей европейской политики поддержки аудиовизуальной индустрии. Это решается такой глобальный политический план. В Брусселе будем давать деньги на развитие аудиовизуальной промышленности, и для этого выделяются деньги, есть бюджет в программе, которая называлась «Медиа». А теперь она от 2014 года будет называться «Креативная Европа». В этой программе подчеркивается, чтобы художник имел связь с окончательным зрителем, чтобы искал пути, как свой месседж к нему донести. Не только традиционными методами, но чтобы искал инновационные мультимедиальные дороги, которые теперь есть, которые очень развиваются. Эта поддержка доступна для продюсеров, которые несут ответственность за весь проект. Это партнером каждого договора является продюсер, и он собирает команду режиссер и художественную команду. Чтобы получать финансирование из европейского общества, надо, чтобы главный ведущий продюсер был из страны члена европейского общества. Но он может сотрудничать за странами, с другими партнерами вне Европейского Союза, и мероприятия могут принимать место вне Европейского Союза. Так, например, можно организовать следующий лабораторий по сторителлингу в Киеве за средства европейского общества, если будет местный партнер, и поддержка местного фонда, конечно, потому что основой этих поддержек есть всегда партнерство и организация сети. Что касается производства фильмов, в программе медиа поддерживаются фильмы на разных стадиях развития, начиная от девелопмента через производство, так называемый бродкастинг, поддерживается, как будто телевидение. И смысл в чем? В том, чтобы телестанции, они подавали не только эту всю коммерческую ерунду, которую подают, потому что очень большая конкурентная способность, но и чтобы тоже подавали проекты, фильмы и программы, в том документальное кино, которые как-то развивают зрителя. Дальше о европейской аудиовизуальной политике. Она в основном работает с системой народных киноинститутов. Киноинституты, например, полский, шведский, дунский, французский, но это только примеры, потому что в каждой стране есть такой институт. Они не государственные. Это самый такой главный принцип, чтобы они не были зависимы от политической власти. Конечно, везде есть политика и есть связи политические, но нет прямой зависимости от бюджета. И полский киноинститут, он был создан в 2005 году, но он был, это был, была инновационная организация, но по сравнению до этого, что было до этого, в социалистическом периоде, в Польше, когда кинематография являлась частью экономической, это государство управляло кинематографией. Теперь эта система называется продюсерской, что есть много независимых продюсеров, некоторые очень большие, некоторые маленькие, мелкие, вот, например, здесь один стоит перед вами, и мы все живем как-то в разных связях, и Польский киноинститут поддерживает то, что мы делаем. Это, как я сказала, это не, это система финансирования, не государственная, есть как будто бы налог среди употребителей рынка, телестанции, кабельное телевидение, дистрибьюторы, кино, они все платят небольшой налог, который совместно становит денежный фонд Польского киноинститута. Конечно, государство тоже дает какой-то вклад, но он не такой большой. В принципе, годовый бюджет Польского киноинститута это 30 миллионов евро. Он по-разному, зависимо от оборота на рынке, как это процентный. Так это есть приличные деньги, которые разрешают кинематографию функционировать. И я даже скажу, что от 2005 года, как это началось, это было как будто бы кто-то включил двигатель для кинематографии, которая после 1989 года как-то села. Эта система уже не работала. И похожие есть в каждой стране, которая в Швеции очень известный шведский фильминститут, дунский. Очень хорошая, такая, богатая система поддержки продюсеров киноиндустрии есть во Франции, где Франция, как бывшее культурное империум, она очень много вкладывает денег в поддержку французского языка, французской культуры. И это тоже видно в этом фонде СНС, который очень много производится во Франции. Я даже думаю, что там даже слишком легко получить деньги, и это не влияет на повышение качества продуктов, вот кончательных фильмов. А во всей промышленности есть так много проектов, что только так много фильмов, так много всего, что то, что проходит, скажем, в историю, то, о чем мы можем совместно говорить, это только если мы сможем достигнуть очень высокое качество. чем, если сможем чем-то как-то отрожнять się, отличаться от вот этой огромной массы производства. И в России, и в Украине, конечно, они вне Европейского Союза, и немножко по-другому это работает. В России в данный момент есть тоже государственные поддержки и довольно высокий бюджет на кинематографию. В прошлом году добавили 50 миллионов до кинофонда, который в министерстве, но он как-то только для местного рынка, только для российских проектов. К продукции почти невозможно поддержать из российских денег, хотя эти деньги там есть. Но если есть к продукции, они в основном основаны между Европой и Россией, в основном основаны на частных деньгах российских. Украина ввела законодательство о том, что уже три года работает Держкино, да? Система финансирована. А, да, да. Но новая система финансирования уже три года работает. То есть это система открытого набора. Это как-то близко к системе, которая в Европе функционирует. Хотя, как вы уже видите, здесь финансирование зависит от бюджета государственного. И агентство находится в внутри правительства. Так это совсем не зависимо. Но с моей точки зрения, я думаю, развитие кинематографии Украины это хорошо, что учитывается возможность капродукции. Потому что то, что видим в России, там такой огромный внутренний рынок, что нет экономической принужденности искать денег вне этого. И это становится такой внутренний оборот. Он не обновляется. Там нет достаточно инноваций. И это качество унижается. А искусство, как известно, должно все время обновляться. Все время идет борьба за новым языком, за новыми средствами экспрессии. Если бы мы сегодня начали писать иконы в средневечном стиле, вряд ли мы бы дошли с нашим, с тем, что мы хотим сказать, до современного зрителя. Так это очень важно, что есть в данный момент в Украине система, которая как-то дает энергию. Я бы даже сказала, что в данный момент в Украине система люксуса, потому что агентство дает даже 100% финансирования и не спрашивает, где и кому вы будете этот фильм показывать. Ну, вроде там спрашивает в бумагах, если надо заявки давать, но не рассчитывает никого из этого, сколько людей видел ваш фильм. А уже в польском институте уже такой системы нет. Уже надо рассчитать, какая эффективность вашей работы. Так в данный момент, который тоже пройдет, но есть система такая, что ее главным целью есть развитие киноиндустрии, развитие новых талантов. 100% поддержка дебиота это люксус. Так я бы очень хотела, чтобы вы это как-то запомнили, это время, в котором вы теперь находитесь, потому что она пройдет. И за дебют надо будет платить.